Сразу четыре автомобиля стали участниками столкновения на улице Выселковой. Главный виновник аварии предпочёл ретироваться с местом ДТП. Сразу четыре автомобиля столкнулись на улице Выселковой. Правда, на месте аварии остались только три машины. А главный организатор этого дорожного междусобойчика предпочёл оставить поле боя. Видимо, не желая нести ответственность за произошедшее. Я еду по второй полосе. Да, в сторону второго речка. Справа идёт самосвал Скания. Есть такие четырёхвостные. Я подхожу к нему, где-то остаётся метра три. Ну, оно сближается, потому что уж он медленнее. Сзади подскакивает по первой полосе тундра чёрная. Я посмотрел, думаю, что человек-то сейчас будет тормозить. А человек, если это уже тормозить, он бросает машину на меня, вот удар в правый борт, и я вылетаю сюда навстречу. Всё. Далее траектория движения Рокки пересеклась с траекторией сразу двух машин. Первым по касательной Дэхатсу зацепил автобус Тойота Хайс, а затем идущий за ним Сузуки Искуда. Положение последнего на обочине красноречиво говорит о том, что водитель паркетника сделал попытку уйти от столкновения. Но высокий снежный бордюр и опасно расположенное дерево не позволили ему завершить манёвр полностью. Результатом чего стала основательно раскуроченная задняя часть Искуда. Рокки, ставший невольным виновником всех этих трансформаций, пострадал сильнее других. А вот его визави неизвестная тундра, скорее всего, нет. След на правой двери Дэхатсу указывает на то, что коснулась внедорожника она только колесом, а потом исчезла. А тундра ушла. Тундра номер 015, чёрная. Восстанавливать машины автомобилистам придётся, скорее всего, самостоятельно. Прибывший на место столкновения аварийный комиссар объяснил владельцам разбитых машин, что рассчитывать на страховые выплаты они могут лишь в одном случае, если виновник аварии будет установлен.